Повар, очевидно, не успевает обработать столько заказов. Запар на кухне, запара! Хороший, рада видеть вас на канале Тилькоплей, я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в Тукан, резорты и... Ой, или как там называется... Ну, короче, продолжаем строить свой ресторан в Роблоксе. Я уровень пятый уже, я повар. Повар спрашивает повара. У нас с вами в ресторанчике появился вроде бы борщ, что там еще... Не понял. Загрузи... Фу! Я уже обосралась! Короче, у нас с вами появился суп, блинчики. Что это за шлюпа, женщина, агрессивный? Стол на два. Ну, садитесь, пожалуйста. Садитесь. Короче, суп, котлетка, блинчики и что-то там еще было. Давайте посмотрим. Вот, по позициям, значит, меню. Наше блюдо, вот, борщ, без строганов, котлетка, блинчики на десерт. Все, супер. Работаем. Стол на два, пожалуйста. Садитесь, пацаны, садитесь. Кстати, не забывайте подписаться на каналчик, поставить лайк и будете вообще умничками. Принимаем заказики. Готовьте, шеф-повар, заказики. А что, ребенок ничего не будет? Это что, я что ли? Смотри, какая. А во лбу звезда горит. Нет, это был прыщик, подумала она, но нет. А что это вы тут с детьми приходите? Ладно, я приготовлю без строганов. Ты готовь все. Он так нежно это мешает. Ты видел, как он нежно такой намешивает? Нам в этой серии нужно купить ресторан, чтобы он все разносил. А не я вот это вот. А то что-то как-то мне не нравится. Так, котлеточки берем. И без строганов. Значит, вам, женщина, котлетку. Вам без строганов. Хорошо. Вот, менеджеры. Давайте официанта. 200 всего лишь. У тебя недостаточно... В смысле недостаточно денег? Я думала, у меня все есть. Что это за обман-то такое? Не понял. Я такой скандал учуню, слышь. Блины быстро заказали детские блины. Детская порция блинов. Девочка быстро заказала блины. А вы можете быстрее хавать? Я, кстати, одна. У меня нет соседей. Как-то одиноко. У меня никого нет. Собирать посуда. Серьезно? Вы даже не возьмете второе блюдо? О, блины захотела. Сделай блины ребенку. Кира, у нас три позиции блинов. Я приготовлю одни блины. Давай, я вместе с тобой буду смешивать. О, да. Вращайте мышь. Как? А, вот так. Все, я вращаю мышку. Сейчас у кого-то будет остывший блинчик. Финиш. Блинчики такие миленькие. Посмотри, на латушке похоже, чем на блинчики. Это ваша еда, пожалуйста. Кушайте. На здоровье. Приятного аппетита. Ну, мать, конечно, у тебя такая женщина экстравагантная. Мне бы было бы с ней ходить стыдно. Это я так тебе к слову. Поняла? Не надо с ней. Ля парень простой. Как будто из деревни только что приехал такой кукутики. Это я. Привет, привет. Мне не нравится, что ты цепляешься у меня за молнию. Хорош там это, сиськи мяч. Не надо трогать мои сиськи. Вы что, собирать посуду? Ничего еще не хотите? На хер тогда идите, если ничего не хотите. Деньги оставили. А чаевые? А чаевые нельзя было оставить бедной Наташке? Вот это и все? Три денег? Давайте, идите, садитесь. У вас явно свидание. У двух бодибилдеров, бодибилдеров, культулистов. Ну, вы поняли. За два часа мы где-то обслуживаем двух гостей. Не сказать, что мне это прям нравится, но не нравится. А где все? Стол на два. Садитесь. Пацаны, что как у вас? Котлетка и без троганов. Давай, я сделаю что-то остальное. Я делаю без троганов. Если тогда котлетку или мешать, так бережно какую-то зеленую соплю там намешивает. Лятый важный гусь. Я надеюсь, что борщ будет вкусный. Конечно, борщ будет самый вкусный, братан. Борщ будет лучше всех. Ты приготовил мне блины? А я, кстати, заметила то, что я ни разу не готовила борщ. А, или готовила. Мы резали свеклу с вами. Все, вспомнила. Пацаны, приятного аппетита. Нам по-любасу надо купить официанта, тогда я смогу готовить борщ. Красный, смотри, свекольный такой. Насыщенный. Вкусненький. Буенко. Все, готов борщ. Борщ со сметанкой, пацаны. Кушайте. Я надеюсь, вы что-нибудь еще мне закажете. Потому что, ну, если вы не закажете, то какой у вас смысл? Мне нужно больше денег, чтобы мой отель совершенствовать. Нам нужно, наверное, будет потом купить столы и стулья какие-нибудь. Прикольно. Блин, тут столько можно денег заработать. А еще надо кухню расширять. Если без шуток. Сделай, пожалуйста, блины, пацанам. Я с тобой поготовлю. Хорошо, мы снова друг в друге. Ты и я. О май. Я, кстати, быстрее готовлю, чем ты. Сейчас будут ваши блинчики, пацаны. Не сците. Они, кстати, не уходят. Бестроганов хотят. Дайте им, пожалуйста, два бестроганова. Я пойду, пацанам, отнесу блинчики. Пацаны, ваши блинчики. Приятного аппетита. Уровень второй. Он медленно так готовит. Я быстрее готовлю. Посмотри, насколько. Не, ну, конечно, понимаю, что это вспомогательный персонал, но тем не менее. Оп, оп. Пожалуйста. Хотите, я по вашей еде потопчусь? Это пармезан вам. Какой вкусный пармезан. Надеюсь, им все понравилось. А легкая долька соленоватости была добавлена по их прихоти. Понимаешь? О, они даже деньги оставили. Три часа ночи. Фига, мы так долго их обслуживали? Или три вечера? Три вечера это как? Это типа 15 часов дня? Быстрее ешь. Спасибо. Тридцать четыре. О, я сейчас могу себе купить официанта. Ребята. Блины. Сделай блины господину. Побыстрее, поживей. Он хочет блины. О, там клиенты пришли. Пацаны, садитесь. С ребенком. Пусть ребенок сразу у тебя закажет. Ваши блины, сударь. Я почти как теремок. Хе-хе. Я почти как теремок. А это самые лучшие, я так понимаю, да? Нам, пожалуйста, борщ. Так, вальяж накушаем. Такая прям вкусняшка. Ммм, борщ. Ваш борщ. А почему дети сразу не заказывают? Вот это что такое магазин? А, это деньги, бриллианты, это зарубаксы. Здесь мы покупаем оператор. Чтобы разблокировать, необходимо разблокировать. А, тут можно еще на доставку работать. Повара. Но нам нужен чувак, который будет разносить пищу. Клиенты, машины, игрушки. А у меня ничего нет. Я какая-то бомжеватая немножко. Без строганов сделай. А ребенка ты не кормишь, да? Ты чисто такой отец года, который пришел издеваться над ребенком. Чтобы он смотрел, как он ест. На самом деле ребенок на диете, и папа кушает. Та с такой ухмылкой, чтобы ребенок страдал. А ребенок такой, да, еда. Как я хочу кушать. Вот такие вот суровые диеты, да, в роблоксе у детей. Ты приготовил без строганов? Красавчик. Хавай, брат. Давайте покупаем себе официанта. Официант. А можно как-то внешний вид официанта поменять? Так давайте я сделаю красивую женщину. Луиса ее будут звать. Луиса. Я хочу какую-нибудь женскую... Вот, есть прикольные волосы. Ну, волосы все-таки вообще Петя... Блондиночка. Луиса, кстати, неплохо. Одежда. Давайте. Вот, полуголая одежда. Мне нравится. Ха-ха-ха. А есть что-нибудь такое? Вот это тоже неплохо. Такая развратная секси. Слушайте, ну мне понравился... Вот этот вариант мне понравился. И мне понравился тот полуголый вариант. Лицо. Сэмпай! Ты должна встречать их с очень восхитительным видом. Я не знала, что им можно менять лица. Она должна быть... Давайте вот такая. Она тебе посчастливая. Скин, цвет кожи. Ну, цвет кожи мне нравится вот такой вот, светленький. Цвет одежды давайте розовенький. Типа девочки будут розовенькие, мальчики мужские. О, видишь, она разносит всем людям. Вот. Смотри, как она счастлива. Так, подожди. Я могу и повара своего настроить? Я реально, наверное, могу и повара своего настроить? Ну-ка. Реально? Я могу его назвать не повар. Повар. Вася! Ну, пусть будет шеф-повар. Тогда, ладно. Волосы грязные. Не надо. Аккуратные черные. Ну, волосы грязные мне, кстати, нравились. Одежда. Надо выбрать какую-нибудь одежду, типа, для шеф-повара. Он же у нас шеф-повар. Вот он должен быть вот в таком вот белом халатике. Лицо, в принципе, меня устраивает. Давайте мы выберем черную. Блин, может серую? Давайте вот такую вот серую, типа золотую. Вот. Теперь смотри, какой четкий парень вообще. Деньги он сразу приносит и еду. Я могу посидеть, а ваш клиент. Обслужите, пожалуйста, гостя дорогого. А она их сажает сама? Она их встречает и сажает? Ее должны звать Луиса. Луиса, все. Луиса, давай, продемонстрируй всем свои прелести, насколько ты шикарная женщина. На, пожалуйста, без троганов один. Буду ей помогать. Да, вон, мадам, видал, пришла с сиськами. Бестроганов. Все, приняла заказ. Отлично. Я приготовлю еще один заказ без троганова. Не переживайте, я подстрахую. Дальше купим еще один стол, чтобы к нам было больше клиентов приходило. Мы такими темпами всех скоро накормим. Луиса, я все сделаю за тебя, за еж. А давайте посмотрим, сколько стоят столы. В принципе, они и без меня справятся. Значит, ресторан. Туалет есть. Ага. Козырный столик. Еще один у окна. К сожалению, я пока что не смогу поставить стул. Пацаны, садитесь, пожалуйста. Ну а че, будем мы исходить, исходя из того, что у нас есть. Луиса работает. Луиса красотка. Садитесь, пацаны. Сколько стоят стулья? Стулья. Сорок есть стулья. А вот это вот стоит тоже сорок. А мы можем что-нибудь продать? Например, этот цветок. Двадцать пять. А давайте я его перемещу. Куда-нибудь вот так, чтобы у них было чувство уюта здесь. Я его еще могу покрасить. Смотри. А, пять долларов стоит. Не, не надо. Переместить бесплатно. Угу. Луиса, ты разносишь, если что. О, смотри. А там может гость на одного приходить, кстати. Не обязательно, чтобы их было два. Прикол. Я донесу. Я отнесла борщ. Вот это я понимаю. Красиво. Мы, кстати, можем открывать еще новое меню. Мы можем выбрать какой-то регион, который разблокировать можем. И, соответственно, Америка, Великобритания, Китай, Италия, Япония, Мексика, Африка, Австралия, Германия, Греция, Филиппины, Таиланд. О, давайте Таиланд. Разблокировать. Все, теперь у меня есть блюдо из Таиланда. Как вам такое? Я жду Паттай. Обосраться. А мало ли чего я жду. Ты делаешь им Патта, я надеюсь? Братан, я тебе сейчас куплю стул, чтобы тебе было на чем сидеть, хорошо? Чтобы ты сидел тут не одиноко. Вот так вот. А где посмотреть, чем украсить? О, вот украшения. Светильники. Давайте свечку поставим. Свечка это вот эта, да? За 40, а что так дорого? Может, вот эта 20? Стол свечи. Мне это не нравится. А что такая дорогая свечка-то? За что я плачу деньги? Что так дорого? Ой, свечка-то у меня левитирует. Ну ладно, пусть левитирует. Смотри, сколько клиентов повалило. День завершен. Приняты заказы 2. Блюда подаются. Собранные блюда. Что-то херово работает. Паттай. Детское питание. Давайте детское питание выберем. А то у нас нет еды. Странное. А, прикольно. Смотри. Там какие-то тевтельки плавают или яйца. Подтай. Кому? Пожалуйста. Я встречаю гостей Луиса. Садитесь. Я сказала, садитесь. Чтоб Луиса не отвлекалась. Собирать посуду. Почему я делаю за нее ее работу? А? Не за тебя не оставляют на чай. Ты понимаешь это? Дайте ей блины. Блины и готовь. Она пока это к Луше дойдет. Надо хостес, наверное, купить. Это ваша свечка, пацаны. Кайфуйте. Кайфуйте здесь и сейчас. Все для вас. Готовить. Давай. Это что я готовлю? О, это я готовлю типа рис или паттай. Ну, что-то вот из азиатской вот этой кухни. Из тайландской. Я люблю еду в Таиланде. Она вкусная. Да, смотри. Какой-то рис с какишами. Неплохо. Я приготовлю борщ. Я все сделаю. Я готовить. Я есть готовка. Блин, она реально не успевает. Она реально не успевает. Из-за нее мне люди не дают чаевые. Слишком долго ждут. Нет, конечно, по-хорошему, чтобы она сама вот этому всему обучалась. Но, с другой стороны, она меня прям бесит и раздражает. То, что она такая типа это... Какая-то ватная барышня. Ничего не делает. Не спешит никуда. Посуду не убирает. Все я. Блины, блины. Давай я с тобой блины сделаем. Опять с тобой. Вдруг в дружке. Пусть наши руки соприкоснутся. Я жарю. Забираем деньги. Я так понимаю, чем больше я поставлю столиков, тем лучше будет для нас. Поэтому давайте поставим еще один столик. Она пусть пока обслуживает. Значит, стулья. Нет, таблицы. Таб-б-ли-цы. Давайте вот куда-нибудь... А можно я сделаю вот так? Недостаточно денег? Серьезно? Серьезно? Ваши дог... В смысле? Ты подала горячую еду сгоревшую? Она умеет гореть? Серьезно? Еда умеет гореть? Если она горит, то дело пахнет жареным. О, денег прям так нормально приваливает за тайскую еду. Что-то за русскую давали меньше денег. Тайская, видать, дороже стоит. Дороже в производстве, дороже на всем остальном. Дороже на выходе, дороже при входе. На все дороже. Горят блины, ёпта. Чё никто не сказал, что блины горят? У кого-то будут подгоревшие блинчики. Хе-хе-хе. Не повезло. Да я забыла про них. День. Приняты заказы 9. 9 сидящих клиентов. 4 собранные блюда. О, видишь, как хорошо. Продолжить. Разблокируйте новое блюдо. Давай. Обычное питание Таиланд. Том-ям. О, Том-ям! Видишь, как хорошо. Эээ, декор. Ладно, пусть пока так. Типа они будут вот так вот сидеть, как бы... Нет, давайте я их чуть-чуть перемещу. Сейчас. Вот так. Давай чуть-чуть переместим. Вот так. Ну, чтобы было какое-то расстояние. Все-таки, чтобы они прям друг другу в рот-то не смотрели. Стол на один. Садись. Садись, брат. Столько еды. О, я делаю Том-ям! Том-ям! Это мой первый Том-ям! Ничего не изменилось. Как был Том-ям, так Том-ям и остался. Еще что-нибудь? Блин, братан, надо справляться с задачами. Ты прям стоишь, ничего не делаешь. Все ждут еду. Ты что там козюльки ковыряешь? Том-ям суп. На. Том-ям суп. Павай. Это все мое. Все для меня. Моря и океаны. А сколько стоит второй официант? Пятьсот! Ого-го! Ничего себе. Дорого стоит, блин, второй официант, я хочу тебе сказать. Ладно, я хочу построить улучшение красивой светильнички. Давайте свечки, две штучки. Вот сюда раз. И вот сюда два. Для уюта, так сказать. Повар, очевидно, не успевает обработать столько заказов. Запар на кухне! Запара! Че готовим? Давай. О, мешаем, мешаем, мешаем. Мешаем, мешаем, мешаем. Я пику блины. Я пику блины. Ну, она, кстати, быстро Луиса учится. Видишь, какая хорошая женщина у нас. Слушай, ну, мой ресторанчик потихонечку наполняется людьми. Это приятно. Я, кстати, думаю, цуточек можно немножечко переместить. А, его только либо так, либо так. Ну, тогда пусть так стоит. Хорошо. Деньги. Оп. О, даже чай появился. Видишь, как хорошо. Кому-нибудь что-нибудь еще? Я приготовлю борщ, не сы. Я все сделала. Видишь, как хорошо, что у нас азиатская такая кухня. Она там гостей ходит встречать. А я что, похожа на шутку, что ли? А? Я против такого. Луиса не справляется с своими обязанностями. Уволю ее. Давай, перелази. А не что-то, что я буквально стою там, где люди потом будут есть? Столы. Я хочу поставить какой-то вот такой длинный стол. Типа семейный. Семейный вариант. На четверых. На четверых. Нет, она не успевает. Слишком много людей. Я ее заэтывала. Нужно посрочно покупать нового повара. Она не справляется. Повар тоже не справляется. Он слишком долго готовит еду. Он обстоит, медитирует, письку свою чешет. Девочка, смотри. Привет, девочка. Девочка, заходи в мой ресторан. Девочка. Заходи в мой ресторан. Эй, вернись. Заходи в мой ресторан. Привет. Эй, стой. Да глупая ты. Ладно. Приготовленные блюда 12. Видишь, сколько опыта вообще. Два блюда могу новых разблокировать. Таиланд. Обычное питание. Тайский красный карри. Курица с орешками кешью. О, со срежками. Кто сделал срежки? Кто сделал срежки кешью? Что такое срежки кешью? Привет, пацаны. Садитесь. Садитесь кушать. Садитесь. У нас столько тут еды. Вы даже себе представить не можете, какая у нас просто красота. Я отдам. Я жду суп с Том Ямом. Давай. Она ждет суп из семи Тома Ямов к суп. Давайте я пока что сделаю то, что планировала сделать. Это стол такой поставить большой. Я хочу его поставить, чтобы, типа, как бы было красиво у окна, но в то же время на четверых. Давайте вот здесь вот так вот на четверых. Ой, сколько много всего. Я, ля, смотри, в четвером приперлись. Пацаны, садитесь. Том на четыре. Все для вас. Спасибо, пожалуйста. Садитесь. Садитесь. Том Ям. Я приготовлю Том Ям. Слышишь? Готовлю Том Ям. Жарю Том Ям. Борщ. Доставка. Борщ. Я готовлю борщ. Я готовлю борщ. Вот это жесть. У меня 34 денег. Но это не важно. Главное, что мы готовим с любовью в нашем заведении. Но мы неплохо так с вами обжились, я хочу сказать. Смотрите, как красиво зато. Луиса, правда, охеревает от жизни. Но это ее проблема. Капец, у меня тут заказов висит. Посмотри, сколько заказов. Мой повар очень медленно готовит. Надо ему придать турбоускорение, чтобы он успел. Но зато мне будет много денег. Но я пока что на этой нотке предлагаю нам с вами закончить. Обязательно подписывайтесь на каналчик. Поддерживайте видео лайком. И увидимся с вами в следующей серии. Я думаю, что в следующей серии мы с вами улучшим наш ресторан. Будем обставлять его как-то с вами. И делать все максимально красиво. Поэтому присоединяйтесь обязательно в следующей серии. Подписывайтесь на канал. Пока.